Валентину Полеву 92 года. Больше полувека из них живет в Абакане. Почетный железнодорожник, почетный житель Хакасии. Одно перечисление регалий и наград заняло бы не меньше минуты. Человек заслуженный. В 41 году ушел добровольцем на фронт, воевал в пехоте. Начинал командиром взвода, дослужился до начальника штаба батальона. И лишь тяжелое ранение не позволило продолжить карьеру офицера. На груди у него несколько боевых наград, но самое ценное и редкое – орден Александра Невского. Его вручали командирам за умелое руководство войсками. Валентин Полев в июне 44-го командовал штурмовой ротой усиленного состава. Командование поставило задачу первыми форсировать Березину и захватить высоту на правом берегу. Первые две линии обороны удалось взять под прикрытием тумана, а на штурме третьей попали под плотный пулеметный огонь. Наступаешь, встаешь, бежишь, падаешь, опять встаешь. А тут он же, косилка-то работает, еще будь здоров, как работает. Командир штурмовой роты умело скорректировал огонь минометчиков со своего берега. Высоту, хоть и с потерями, взяли. К наградам представили два десятка бойцов, а их командира – к офицерскому ордену Александра Невского. После тяжелого ранения и демобилизации Валентин Полев поступил в Новосибирский железнодорожный институт, работал в Красноярске и с 1964-го до выхода на пенсию главным инженером Абаканского отделения. Абакан Тайшет – это и его детище. Мне приходилось несколько раз этот трассу проходить пешочком. Один раз шли мы от Абакана до Тайшета 17 суток. За свой труд Валентин Васильевич был награжден орденами «Знак почета», «Дружба», «Медалями», «Почетными грамотами». Одна из последних наград – орден за заслуги перед Хакасией. Воспитал двоих сыновей, оба инженеры. Прожил трудную, в общем-то, героическую жизнь. Спасибо вам большое, что он нам обеспечил нашу учебу и мне, и Саньке. Вы получили оба высшего образования, работали на интересных должностях. Начинаем занятия. Ну, а сейчас, честно, вся наша забота о ВСЕ. Сегодня ветеран войны и труда Валентин Полев принял еще одну награду решением начальника Красноярской железной дороги Владимира Рейнгарда. Имя Полева присвоено привокзальному скверу станции Абакану. Документ об этом вручили ветерану сегодня, а сам памятный знак установят к 9 мая 2016 года. Вся его работа на трассе, на строительстве и потом на эксплуатации, это только пример для подражания и пример для обучения. Сквер расположен на территории, принадлежащей железной дороге, и согласований с городской архитектурой на присвоение ему имени Валентина Полева не требуется. Хотя в случае с заслуженным ветераном войны и труда возражений со стороны мэрии наверняка не последовало бы. Виктор Лушников, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия.